Врачи вообще дали 1% на то, что я выживу. Родителям так и сказали. А я не мог смириться, что я буду пожизненно инвалидом в трех группах. Я считаю, что я как все. Я не считаю, что я как-то отличаюсь. Для того, чтобы победить, нужно, прежде всего, не упасть в духа. Спасти товарища в бою, тонущего человека в реке, вынести из огня горящего дома маленьких детей. Все это мы называем подвигом. А есть подвиг каждодневный, часто незаметный, но от этого еще более ценный. Просто жить полноценной жизнью, не опуская рук, не опустошая душу. Этот подвиг совершается прежде всего для себя. Сегодня разговор о тех, кого мы зачастую называем люди с ограниченными физическими возможностями здоровья. Наши герои смогли не только преодолеть свою болезнь, но и добиться больших успехов. Им осуществить свои мечты было гораздо труднее, чем большинству из нас, поскольку преграды были разного рода ограничения здоровья. Но это не помешало им воплотить в жизнь то, о чем они мечтали. Александр Андреевский потерял зрение 16 лет назад, когда участвовал в боевых действиях в Чеченской республике. Чечня. Старые Атаги. Ноябрь 1999 года. Ночью позиции внезапно атаковали боевики. Александр был пулеметчиком. Он как раз менял ствол на заклинившем оружии, когда одна из вражеских пуль прошила насквозь его голову. С этого момента глаза покрыла черная пелена. Чудо сотворили военные медики, доставшие парня с того света. Однако зрение, несмотря на многочисленные попытки, врачам восстановить так и не удалось. Но опускать руки Александр даже не думал. Собрал волю в кулак и продолжал жить. То, что нельзя увидеть, можно почувствовать, услышать и представить, говорит Александр Андреевский. На тот момент мне просто нужно было держать себя в руках, сформаться и жить дальше. Для того, чтобы жить дальше, нужно было собраться с мыслями, представить себе будущую жизнь свою, именно в таком статусе, уже совсем в другом, незрячем. Главное было не упасть духом и назначить себе целью в жизни. Наш герой вернулся к родителям в Кутер-Коржевске, но сидеть без дела не собирался. Окончил известный на всю страну Кисловодский медицинский колледж для невидящих. Получил профессию массажиста. Благодаря специальным программам, а также с помощью старых и новых друзей, освоил компьютер. Очень плотно работал с обществом в нашем слепых. То есть был как активистом, участвовал в различных соревнованиях краевых. Турслеты, спортивные мозаики, творческая работа, с гитарой выступал. По сей день тоже ездил и участвовал в краевых соревнованиях. Как бы это меня показало, как говорится, меня увидело краевое правление, как человека активного. Сегодня Александр Андреевский возглавляет Славянское местное отделение Всероссийского общества слепых. Эта организация объединяет свыше 250 человек, жителей Славянского и Красноармейского районов. Вместе с земляками, инвалидами по зрению, активно участвуют в общественной жизни района. Особая радость нашего героя – его семья. Со своей супругой Татьяной Александр познакомился благодаря счастливому случаю. Через месяц начали встречаться, через полгода сыграли свадьбу. Александр – человек творческий. Его таланты удивляют. Он находит время для самых разных занятий. Начал заниматься музыкой, потому что это как вот одушина для меня была. Приобрел себе гитару, начал писать свои песни, потом начал обрабатывать на компьютере, изучать, начал новые программки. И период жизни этот был у меня посвящен творческой работе. Его выступления всегда тепло принимаются публикой. Искренний оптимизм, удивительная тяга к жизни поражают. Он постоянно ищет себя, строит планы и неизменно добивается цели. ПЕСНЯ События пятилетней давности полностью изменили жизнь Анны Клименко. Она попала в сильную аварию. Чудом выжила. Эта авария произошла на свадьбе. Это был третий день свадьбы. Как у нас принято, обычно мы едем на природу, и как все весело. И вот на обратном пути, когда возвращались, водитель не справился с управлением, и машина не писалась в поворот. И я оказалась в инвалидном кресле. В автокатастрофе Анна получила травмы, несовместимые с жизнью. Врачи утверждали, что девушка никогда не сможет даже сидеть. Но сила воли, любовь к жизни победили все прогнозы. Все это время с ней рядом были и помогали родители, друзья, земляки. Я даже не подозревала о своих возможностях, потому что я была всегда такой девочкой, боялась темноты, боялась высоты, всего-всего. Но когда именно я столкнулась с этой трудной ситуацией, эти качества, видимо, проявились человеческие и смогла справиться. Я сломала все практически, что было возможно. Там руки, все ребра, кроме одного. Ну все, на свете лопатки, ключицы. Конечно, это было сложно, но сейчас достигло невозможного. И хочу сказать всем, что это возможно достигать, когда ты ставишь цель, и ты идешь к ней и преодолеваешь трудности. Со временем у Анны появилась идея записывать видеоролики и выкладывать их в интернет. В них она рассказывает, как постепенно ей удается делать успехи, а также о своих увлечениях. Я очень люблю красоту, все красиво, делать прически. Мне так захотелось рассказать, как вот остаться на коляске красивой, все так. Я сказала маме, пойдем в магазин, мне нужна красная помада. Мы пошли в магазин, купили ее. И с этого момента как-то я стала снова украшения покупать, снова хотеть быть красивой. И захотела рассказать другим девушкам об этом. Потому что девушки облачаются в спортивные костюмы, все серые вещи, уже ничего им не хочется. Но я так думаю, что коляска – это совершенно не показатель, это совершенно не повод, чтобы тебя не любили. Наша героиня даже приняла участие в неделе высокой моды в Москве. Впервые в качестве моделей коллекции знаменитых дизайнеров представили девушки с ограниченными физическими возможностями здоровья. Анна Клименко появилась на подиуме на инвалидной коляске. На ней было красивое платье знаменитого немецкого модельера Барбары Шварцер. «Коляска – не приговор», считает Аня. Что бы ни случилось, всегда нужно верить в себя, в свои силы. Каково это ходить, когда машина буквально раздробила ногу, проплывать в длинные дистанции, совершенно не чувствуя своего тела. Истории судеб людей, о которых мы расскажем дальше, безусловно сложные. Но главное, что объединяет их всех – это сила и стойкость духа, способность не смиряться с обстоятельствами, жить и творить, воплощая свои заветные желания. Спортсмены-паралимпийцы по всей России из года в год, раз за разом доказывают – человеческие возможности очень велики. Про многих из них медики говорили – у этого ребенка нет шансов. Шансов не было даже на нормальную жизнь, не говоря уже о спортивной карьере. Это люди с железной волей, несгибаемой верой в то, что все будет хорошо. На первом этапе спартакиады инвалидов Кубани сборная нашего района в этом году заняла первое место. И это не случайно, ведь спорт – это одно из средств реабилитации как физической, так и психологической. В нашем районе создана современная материально-техническая база для занятий адаптивной физической культурой и спортом, в том числе и для тех, кто передвигается в инвалидных колясках. Также в нашем районе работает физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Славяне». Его руководитель Наталья Пивнева о своих подопечных говорит с особой теплотой, потому что знает всех до одного, помнит, через какие тернии они пролагали путь к победе. Наша материально-техническая база Славянского района позволяет заниматься различными видами спорта. В клубе культивируется 10 видов спорта. Это легкая атлетика, настольный теннис, шашки, шахматы, бадминтон, жимштанги, лежа, плавание. Есть возможность заниматься также конным спортом. Также эта база позволяет проводить нам соревнования различного уровня, начиная от наших внутришкольных, районных, также мы принимаем краевые соревнования. Славянский район известен во всех, можно сказать, уголках Краснодарского края. К нам с удовольствием едут инвалиды, в том числе и колясочники. Наталья Павлюкова – инвалид с рождения. У нее непростой жизненный путь, путь по-настоящему сильного человека. У меня это все произошло в детстве, у меня была спинномозговая грыжа. Потом в 7 месяцев мне сделали операцию, и что-то там неправильно сделали, и получилось вот так. Она с детства привыкла преодолевать трудности. Сначала за школьной партой, затем во взрослой жизни. Поддержка родителей помогла девушке не сломиться. Благодаря им она приняла самое важное в своей жизни решение – стать мамой. Сейчас Наталья воспитывает 4-летнего сына Кирилла, и жизненные трудности совсем не мешают ей. Ведь ни у кого из нас нет никаких ограничений, считает Наталья. Все ограничения в мыслях. Я считаю, что я как-то отличаюсь. Да, есть некоторые люди, едешь в города, они так смотрят. Мы всегда говорим, наверное, люди, которые с ограниченными возможностями, они, наверное, не гуляют. Ну, а мы везде в новых городах бываем, везде мы гуляем, и как-то не смотрим. Как на вас посмотрят, и что скажут. В свободное время Наталья занимается настольным теннисом, а с недавних пор она нашла еще одно занятие по душе – плавание. Занимаюсь спортом я уже 4 года. Ну, сначала теннис, потом легкая атлетика, и вот остановились год назад на плавании. Мне очень понравилось. Занимаюсь я как бы всего лишь год, но я уже попала в сборную края, ездила уже два раза на Россию. Ну, пока я четвертая, но это пока как-то так. Ее копилки – золотые, серебряные и бронзовые медали, краевой спартакиады по метанию ядра и бегу на колясках, по настольному теннису и стритболу. А вскоре ей предстоит отправиться на всероссийские соревнования по плаванию. Спорт дал уверенность Наталье в себе и своих возможностях. У нее большие планы на будущее, и она намерена их воплощать. Ведь сделать свою жизнь насыщенной и интересной не так уж и сложно. Нужно только иметь большое желание. И все в жизни возможно, считает наша героиня. Стоит только захотеть. Виктор родился на Дальнем Востоке. Отслужил в армии и получил специальность тракториста-механика. Работал в водной милиции Владивостока. А в свободное время занимался боевыми искусствами. Жить на Кубань приехал по зову родителей. И все, казалось бы, шло как обычно, как у всех. Работал, занимался спортом, любил жизнь. Но в один миг его жизнь полностью изменилась. Ему было 25 лет, когда он попал в страшную аварию. На работу ехал в охрану. У меня машина по ноге поехала. И вот мне попал я в больницу уже вечером. Дежурные врачи только там были. Виктор Рамзин перенес более 18 операций на ноге. Чудом врачам удалось ее сохранить. Его жизнь разделилась на до и после травмы. Чтобы вновь ходить, ему понадобилось целых три года. Невероятная настойчивость, сила и постоянная борьба, поддержка близких помогли Виктору не опустить руки и жить дальше. Я не мог смириться с этим. А потом мне начали, ну, друзья там, мать, отец поддерживать, братья там, у меня уже два брата, близнец у меня есть, наш брат есть. Родственники говорили, ну, а что поделаешь, если такая судьба у тебя, знаешь, инвалидом будешь. А я не мог смириться, что я буду пожизненно инвалидом в трех группах. И мне два-три года я не мог это перенести. Ну, потом мы говорили, ну, а что делать, уже смирился, думаю, а что делать. Жить тогда же продолжается. Спорт дает возможность почувствовать уверенность в своих силах, помогает преодолеть психологические трудности, признается Виктор Рамзин. Он занимается пауэрлифтингом и настольным теннисом на протяжении 11 лет. Для него это, прежде всего, новые знакомства, азарт борьбы. В конце концов, это ощущение настоящей жизни, ее полноты и смысла. На тренировках по теннису Виктор встретил свою судьбу – Елену Татаркину. Общее увлечение и общая беда свели их вместе. С тех пор они неразлучны. Вот такие они, наши чемпионы. Все со своим характером, историей, но с единой целью – добиться успеха, стать лучшими. Главное, говорят ребята, продолжать заниматься спортом, доказывая, что инвалидность – это не приговор, а лишь дополнительный мощный стимул к развитию всех скрытых талантов. Паралимпийские соревнования – это не только про спорт. Здесь важно даже не то, кто первым прибежит или приплывет. Спортивные соревнования для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья – это символ огромной надежды, стимул жить и не сдаваться. Каждый из них одержал главную победу – над собой. И кто знает, может, через несколько лет мы увидим славянских спортсменов в составе сборной страны. Ведь для сильных духом нет преград. Когда от слез болит душа, не говори напрасно, что жизнь не стоит ни гроша, ведь жизнь – она прекрасна. Порой седые облака надолго солнце скроют, и жизнь бывает нелегка под черной полосою. Но надо верить, надо ждать. Рассеет ветер тучи, и сквозь туман сверкнет опять надежды яркий лучик. Он над тобой и надо мной сияет в небе ясном, и жизнь под этой звездой воистину прекрасна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова